Добрый день, дорогие братья и сестры! Это размышления в контексте последнего времени. Вновь и вновь хочу поговорить на очень важную тему, о которой стоит говорить постоянно, потому что это очень важный и ключевой момент в понимании последнего времени, в понимании того, готова ли Церковь, готов ли я, как христианин, ожидать Господа. Я говорю о понимании, которое мы черпаем из Священного Писания, а понимание это заключается в следующем. Я, как христианин, вижу себя, согласно Слову Божьему, согласно воле самого Господа, невестой Иисуса Христа. Понимаю ли я, что Церковь, тело Христово, это невеста Иисуса Христа, и я, как составная часть этого тела, я невеста Иисуса Христа. Да, для некоторых это кажется какое-то странное учение или какой-то взгляд, вообще как можно говорить, может быть какие-то мужчины скажут о том, что да что это вообще, как я могу себя там какой-то невестой считать. В этом и проблема. И вот перед тем, как мы начнем говорить на эту тему, я озвучу следующий нюанс такой. Наверняка вы часто очень сталкивались с подобными контраргументами, как бы да, вот в кавычках. Когда вы разъясняете Слово Божье на эту тему, когда вы говорите о церкви как невесте, когда вы говорите о восхищении, когда вы говорите о близких взаимоотношениях с Господом, и вам выдвигает какой-то контраргумент, вы в свою очередь этот контраргумент оспариваете согласно библейского понимания, согласно именно того, что говорит на этот счет Слово Божье. Но человек вас вообще просто не слышит. И порой вообще такая комичная ситуация возникает. Это часто и в комментариях можно под нашими роликами на YouTube видеть. И вы в своем служении, в своем свидетельстве подобным людям наверняка встречали. А человек вам в ответ говорит тем же самым аргументом, на который вы только что аргументированно ответили. Ну вот бывают такие ситуации, и вы понимаете, что вообще людям закрыто просто. Понятно, что здесь есть и демонический момент, когда человек просто находится в обольщении. Есть момент гордыни, когда люди просто самоутверждаются, утверждая какое-то свое собственное понимание Писания, считая, что все другие наоборот заблуждаются. Но есть вот этот вот самый главный, такой основополагающий момент для всех верующих, или, скажем так, для многих верующих, почему им сложно понять то время, в которое мы живем, почему им сложно принять модель доскорного восхищения, почему им вообще вот сложно увидеть себя человеком, который ожидает Господа. Вот перенять это страстное желание и ожидание увидеть, встретиться с нашим возлюбленным. Это именно по той причине, что люди не видят себя полноценно церкви, то есть у них какие-то там свои представления о церкви, и они не видят себя невестой Иисуса Христа. Много споров на эту тему есть. Многие там богословы и тоже разные верующие говорят о том, что, мол, да нет такого в Писании. Писание не говорит о том, что тело Иисуса Христа – это невеста. И вот выдвигая там даже аргументы по поводу, вернее, из книги Откровений, где говорится о том, что, да, это там Новый Иерусалим невеста, но тут тоже можно сказать, да, если уже мы этот фрагмент затронули, то вы же понимаете, да, что Иисус Христос, он не женится на камнях, ни строения, ни здания, ни сам город является невестой Иисуса Христа, а люди, которые его населяют. То есть в любом случае понятие невесты, оно касается людей, возлюбленных, близких, спасенных людей. Возлюбленных Господом, детей Божьих. Ну, а если мы вернемся к Писанию, я не буду сейчас такой полноценный срез делать, просто несколько фрагментов из Библии зачитаю. Первый фрагмент из Писания – это второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Здесь Павел четко говорит о том, что «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Чистая дева – это кто это? Чистая невеста. Она обручена кому? Господу Иисусу Христу. О ком он говорит? О верующих людях. То есть он не только же Коринфянской Церкви говорит. Он говорит о… На примере Коринфянской Церкви говорит о том, кем является тело Христово, кем является Церковь, вот этот вот живой организм для Господа, а именно невестой Иисуса Христа. Второй фрагмент, тоже вот интересный, приведем из Писания. 25 глава, знаменитая, Евангелие от Матфея. Тоже очень много споров, там, кому это говорится, к Церкви, не к Церкви, к Израилю, не к Израилю. Но я уже когда-то снимал на этот счет видео и раскрывал этот момент более подробно. А сейчас еще раз остановлюсь, но вкратце. Дело в том, что этот стих начинается, эта глава начинается со следующего стиха. Тогда подобно будет Царство Небесное. То есть, это притча, которую мы можем трактовать более свободно в рамках того, что здесь какой-то на основании какого-то примера передается поучительный рассказ. Это не какая-то строгая историческая ситуация, за рамки которой мы не можем выходить. И вот важно понять, что Царство Небесное, оно включает не только Израиль. Кто будет находиться в Царстве Небесном? Кто займет главенствующую позицию с Господом в Царстве Небесном? Это прежде всего Его возлюбленная, это невеста Иисуса Христа, это Церковь. И поэтому, конечно же, эту притчу как прообраз, как какие-то определенные моменты символические указанные в этой притче можно и необходимо применять к телу Христову, к Церкви. Поэтому, безусловно, опять же таки, там в этой истории показана красивая, традиционная для евреев церемония бракосочетания. И она важна для Церкви, именно для Церкви, именно вот в контексте понимания того, кем мы являемся, какие отношения у нас между нами и нашим Господом, и чего нам стоит ожидать в рамках Его триумфального возвращения, которое, как принято в христианстве считать, называется вторым пришествием Иисуса Христа. Ну и упомяну книгу Откровения 19.7. Там написано, что должен состояться брак Агонца. И как вы понимаете, кто участник этого брака, если Агнец – жених, то кто невеста, кто возлюбленная, ради кого он отдал свою жизнь, кого он обручил себе, за кем он идет, с кем он будет на брачном пиере. Безусловно, речь идет о невесте Иисуса Христа, а именно Церкви Господней, теле Иисуса Христа. И почему мы говорим об этом образе? Почему Иисус, Господь, сам выбрал этот образ и имеет такие отношения? Именно отношения супружества, близости, любви между женихом и невестой, а впоследствии, да, между мужем и женой. Потому что это самые драгоценные, самые сокровенные, интимные и самые проникновенные взаимоотношения, которые могут быть у человека. Вот поэтому Павел написал о том, что брак на земле, он является прообразом, опять же таки, да, вот прообразом чего, да, Христа и Церкви. То есть вот эта близость, вот эта вот проникновенность, она от бытия до откровения в Писании раскрывает нам чудеса, чудесность любви между двумя супругами. И, конечно же, в полноте этими супругами, этим мужем и этой женой, этим женихом и невестой является Господь Иисус Христос и Его драгоценная Церковь. Вот поэтому мы говорим о том, что очень важно увидеть себя, очень важно перенять это откровение и осознать и понять о том, что лично я являюсь невестой Иисуса Христа. Вот задайте себе вопрос, я вижу себя невестой Иисуса Христа или нет? Поэтому от ответа на этот вопрос последует и четкий вывод, четкая следственная связь. Так как же я буду видеть последнее время? Как я буду видеть приход Господа Иисуса Христа? Вот какая моя будет теология? Какая моя будет эсхатология? Вот правильно ли я буду это понимать? И скажу вам сразу, что если вы не видите себя невестой Иисуса Христа, а именно так видит вас Господь, вам будет очень сложно. И я думаю, что практически для вас будет закрыто правильное понимание того, каким образом состоится второе пришествие Иисуса Христа. Последовательность событий, период времени, когда это случится. И вот такой один из кульминационных моментов для вас будет закрыт, а именно понятие и причина, по которой Господь хочет осуществить такое событие, как восхищение Церкви, как Харпадзе, в оригинале греческого Нового Завета написано. Да, вот это вот тайное похищение, тайное соединение с невестой, уединение на какой-то короткий период времени, чтобы потом со своей женой, с царицей вернуться в этот мир и установить свое царство для правления вместе с ней в своем, как говорит Писание, тысячелетнем правлении, тысячелетнем царстве, которое Господь Иисус Христос неизменно осуществит. Перед этим я упомянул такой момент, что отношения супружества, они являются прообразом от бытия до откровения главных отношений, ключевых отношений супружества между Иисусом Христом и Церковью. И это тайна Писания. И вот если мы, кстати, говорим о тайне, то еще раз я хочу упомянуть этот важный момент, что Церковь сама по себе тайна. Писание нам раскрывает о том, что это тайна, сокрытая от веков и родов. И вот частью этой тайны и является соединение, сближение драгоценной невесты Господа, тела Господа Иисуса Христа, Церкви, Экклесии Господней со своим женихом, с Господом Иисусом Христом. И, как я уже упоминал, восхищение как часть второго пришествия Иисуса Христа, как часть плана искупления, как часть плана царствования, царского прихода Господа и вот этого окончательного единения в рамках супружества. Вот восхищение – это часть этой церемонии, когда жених, согласно еврейской традиции, на короткий период соединяется со своей невестой, чтобы провести время уединения, а впоследствии уже вместе с приглашенными отметить на брачном пире это торжество, торжество супружества. И в рамках своего царствования вместе со своей драгоценной супругой, собственно говоря, и осуществлять это царствование здесь, на земле. Ну и в завершении еще несколько слов. Очень важно, что Господь Иисус Христос грядет за ожидающими Его. И взаимоотношения, близкие у Господа, есть не просто с людьми, которые придерживаются верного, правильного богословия, а с теми людьми, которые имеют живые, настоящие взаимоотношения. И вот интересно, что на примере взаимоотношений Иисуса Христа и фарисеев, скажем так, взаимоотношений, вот это очень четко видно. Фарисеи, они плюс-минус придерживались правильного богословия. Поэтому Иисус даже когда-то сказал толпе людей о том, что вы можете выполнять все, что они вам говорят, то есть они говорят как бы правильные вещи. То есть вот этот символ веры, который у них, он в принципе верный. Но только не поступайте по их делам. Почему? Потому что близких отношений у фарисеев с Господом не было. Не было с Отцом, они не знали Отца, как сказал Иисус. И поэтому они не приняли и не распознали Его Сына, стоявшего перед Ним. И вот сейчас многие верующие, к сожалению, именно вот эту вот ошибку фарисейскую допускают. То есть они не видят себя правильно глазами Господа. Будучи Церковью, будучи невестой Иисуса Христа, им сложно это понять. И по этой причине им сложно понять восхищение, им сложно понять то, что мы вошли в период истории, который называется «Последними днями мы уже буквально на пороге возвращения Господа». Они все это отрицают. Они верят там во что-то другое, во многие вещи правильно, но сами, не имея этой близости с Господом, по сути, они не транслируют вот эту вот основную, главную истину, которая заключается в том, что верующие люди – это не просто люди, которые являются служащими Господу, а верующие люди – это прежде всего люди, которые имеют взаимоотношения с Господом, которые смотрят на себя Его глазами. И уже в рамках вот этого отождествления через работу Духа Святого в нашем сердце мы и совершаем наше поприще, мы совершаем наше призвание и служение, которому Господь нас определил или направил. Поэтому, дорогие братья и сестры, увидьте себя, будьте смелы и дерзновенны в том, чтобы видеть себя невестой Господа Иисуса Христа, потому что, как я сказал вначале, это ключевой момент к пониманию времени. Если вы не увидите себя, если вы не ожидаете Господа как невеста, то большая гарантия того, что вы, по сути, и пролетите мимо Его Второго пришествия, мимо Его возвращения. Сейчас не буду на эту тему распространяться подробно, просто хочу сказать о том, что возьмите себе главный фокус такой в жизни. Господь грядет за ожидающими Его, людьми, которые всем сердцем преданы Господу, которые имеют настоящие, близкие с Ним взаимоотношения. И, как я уже говорил, не просто придерживаются или принадлежат, соотносятся к какому-то верному символу веры или к какому-то верному теологическому определению, богословию, а именно в своем сердце растворили верой это богословие. И это богословие, это часть их близких, настоящих, живых отношений, как церкви Господа, как невесты Иисуса Христа со своим возлюбленным женихом. Будьте благословенны. Маранафа. Господь скоро будет здесь. Субтитры сделал DimaTorzok